Главный герой грядущих праздников поселился в Дзержинске. Уличные скульпторы там вышли на новый уровень и вместо снеговиков начали лепить Дедов Морозов. Причем не только лепить, но еще и раскрашивать. Подробности у Александра Алешина. В Дзержинске на улице Народной местный житель Владимир Корнев сделал Деда Мороза из снега собственными руками. Этой традиции уже ровно 30 лет. То есть это символ, понимаете, это не просто инсталляция, это еще и символ. Если нет Деда Мороза, значит как бы и нет Нового года. Все просто. Выпал снег, ой теперь, все, беги, бери лопату, пока он еще мягкий, пока он липкий, быстрее, быстрее, ваяй этого Деда Мороза. Самое сложное, наверное, это создать, как мы называем, болван, вот эту основу. То есть чем мы создали бы ее больше, допустим, 3 метра с половиной, было бы еще больше, крупнее. Вот это самое трудоемкое, это создать материал для скульптуры. То есть набить вот этот вот цилиндр снегом, а потом из него уже вырезаешь эту скульптуру. Ну, часы показывают без 5-12, это как бы вот ледышечка такая. Создали мы их просто тоже, взяли, налили в чашечку воды, заморозили, вот потом приклеили. Так же создавалась и шапка, допустим, ну просто банально, уже снега не хватало на утро, и снега сырого насыпали, водичкой залили, потом это ведро перевернули, шапка. Вообще круто, мы на него каждый день ходим в школе и любуемся вот туда-обратно, вообще классно. Большое, большое спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Вам говорили, что Дед Мороз похож на автора? А все, обязательно. Мало того, даже это подтверждает мою теорию, что всегда у авторов похожий образ на его самого. Мне напоминает эту учебу в Нижнем Новгороде, когда в 30-ти градусный мороз, мы ехали в 26-м автобусе с московского вокзала на площадь Лядова, заиндевелые окна. Какой-то добрый человек всегда брал и, отогревая пальцы, значит, выпаивал на замороженном стекле такие слова «крепитесь, люди, скоро лето». Это, знаете, вот настолько согревало. И вот сейчас люди тоже подходят и говорят, вы знаете, вот ваши, вот этот плакат он его называет, согревает. Люди улыбаются, идут улыбаются. Ну, радостно, ну, приятно. Ну, если бы все понемножечку вот так друг для дружки делали что-то такое радостное, ну, жить было бы интереснее намного.